здравствуйте уважаемые друзья с вами канал дачный сазонт я сазон владимир сегодня мы поговорим с вами про блог дистанционного управления представлены на данной фотографии я его разобрал чтобы посмотреть что находится внутри и смонтировать и вот таким образом чтобы он был без вот этой вот коробки потому что коробка у меня не влазила в тот бокс в которой я хотел все это устройство так скажем применить на фотографии вы видите схему подключения то есть кто не понимает в электрике я объясню здесь изображены две лампы то есть данное устройство у нас является двухканальным то есть вы можете с одного блока управлять двумя светильниками подключение ламп осуществляется с помощью черного верхнего провода с помощью белого провода вторую лампу мы подсоединяем аналогично но с применением черного провода и синего провода входное напряжение 220 вольт подается по второму черному проводу и подается по красному проводу то есть фаза и нейтраль с хочу сразу же обратить внимание ваше что управление может быть и нет не только 12 вольт то есть это уже будет другая модификация то есть управление может быть и 220 и 12 вольт на какие-то другие напряжения у меня устройство выбрано было и заказано на 220 вольт то есть как вы видите 220 в отце что означает переменное напряжение здесь блок у нас с вами приема радиосигнала от пульта дистанционного управления и 2 стоят релюшки по заявленной паспортной как сказать мощности у нас данное устройство должно коммутировать располагаемую мощность расчетную мощность не более 1 киловатта но я не рекомендую вам хотя бы не делайте больше пол киловатта вот у меня например подключена 4 светильник и люминисцентных на один канал мощностью 36 ватт то есть примерно примерно потребляя мощность 144 вата суммарная мощность я собирал следующим образом использовал только один канал как вы видите припаял входные провода которые у меня заканчиваться будут вилкой которую мы будем вставлять в розетку и выход в релейный выход я подсоединил к розетке вот так выглядит данное устройство сборе то есть мы можем вилку подсоединить с вами к розетке а здесь подсоединить сетевой фильтр и на сетевой фильтр уже повешать наших потребителей те же допустим лампы но учитывайте чтобы ваша потребляемая мощность не превышала паспортной максимальный паспорта на данном устройстве сразу же хочу сказать и когда будете заказывать параллельно заказывайте батарейки потому что данная батарейка тип а 23 на напряжение 12 вольт стоит ну вы можете сравнить цены то есть цены прийти в магазин и цены на том уже алиэкспресс алиэкспресс вы закажете 5 тех же батареек по цене одной взятых допустим у нас же в каком-то гипермаркете габариты самой коробочки у нас 60 длина 60 миллиметров ширина 45 миллиметров высота 25 миллиметров учитывайте данную высоту если будете куда-то и прятать например под люстру и расстояние межосевое расстояние между крепежными отверстиями порядка 68 миллиметров то есть сразу же смотрите потому что мне пришла вот этого данная коробочка с обломанным ухом то есть наша или может быть не наша почта здесь немножко так сказать подвела что хочется здесь еще сказать кто-то может спросить а где мы можем применять данное устройство ну во первых мы можем сделать дистанционную дистанционное управление освещением придом на территории вашего допустим частного дома то есть очень удобно вы подъезжаете например в темноте имеете пусть не такой пульт я просто к примеру говорю если другие аналогичные устройства с пультами управления которые идут в качестве брелка и вы можете смело повесить его на ключе и он всегда будет у вас всегда с собой то есть вы подъезжаете к вашему дому нажимаете кнопочку на пульте и у вас происходит включение освещения очень удобно также можно включать выключать кто-то может сказать а вот потеряли пульт или села батарейка но пульт потеряли понятно что сделать ничего не может не сможем можно предусмотреть как я хочу например у себя на даче выполнить данное освещение без выключателей а светильника предусмотреть дополнительные тумблеры которые нам будут которые можно включать и выключать лампу минуя вот данное вот устройство то есть понятно что пришли забыли батарейку там поставили тубаретку тумблер нажали включили выключили да есть какие-то неудобства но зато в следующий раз мы батарейку не забудем дальше как можно использовать данное устройство например в качестве охраны питания охранных систем подходите например к вашей даче у вас кармане находится пульт нажимаете кнопку и у вас обесточивается допустим система вашей охраны сигнализации то есть очень удобно по поводу дальности вот находясь соседней комнате то есть через стену и две входные двери или через пускай две стены и две входных двери деревянных сигнал проходит также я пробовал управлять освещением уходил например в лифтовой свой холл и через дверь стеклянную дверь металлическую и одну деревянную дверь сигнал проходил то есть заявленная дальность 20 метров пока я тестирую данное устройство около месяца мне на интересно насколько хватит вот этой вот например батарейки то пока все работает все изумительно так что рекомендую используйте применяйте с вами был канал дачный созонт и я созонов владимир до скорых встреч